Все мы чего-то боимся. За свою жизнь, за жизнь близких. Такие страхи естественны, потому что они меньше влияют на качество жизни человека. Фобия же нездоровый страх, который зачастую может мешать размеренной жизни и приносить неудобства. Так, при агрофобии и социофобии люди боятся выходить из дома. При неофобии избегают перемен, а при клаустрофобии – лифтов. Получается так, что человек сознательно ставит себе ограничения. Еще раз говорю, есть причины конкретные, при которых страх будет иметь место у всех, а есть уже такой тревожный психотип, который начинает страдать, и страх является триггером, а потом уже возникают беспричинные страхи, этот психический след прокручивается, возникает невроз навязчивого состояния. Причинами могут быть с одной стороны психотип, то есть тревожный психотип. У человека может быть определенная психоистория, определенная психофизиологическая конституция. Он более тревожный, он мнительный, ну прям есть меланхолики. Можно сказать, что фобия и страх – наша реакция на предполагаемую угрозу. Нас одолевают душевные смятения и беспокойство, когда мы чего-то боимся. Поэтому мы равны как перед нашими страхами, так и перед фобиями. Если копнуть глубже, становится понятно, что фобия – патологический разновидный страх, который выражается в более болезненном состоянии. Фобии возникают в результате сильного испуга, который чаще всего человек мог пережить в детстве. И нередко фобия не связана с действительной опасностью для жизни. Ну, если говорить уже о страхах, вызванных просто заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, да, то здесь помогает практика, деятельность. Человек должен почувствовать, что он талантлив, что он способен, он должен иметь конкретные результаты. Если он просто будет примять приемы, но не будет изменять себя в деятельности, в практике, в конкретных результатах, где можно будет реально видеть, на что способен человек в творчестве, в деятельности, в науке, в искусстве, в учебе и так далее. Как говорится, вперед! Многие страхи развиваются на протяжении всей жизни. Но есть ли способ справиться с надуманными фобиями и навязанными страхами? Кто-то скажет, что необходимо заглянуть страхом в лицо, чтобы окончательно их преодолеть. Но это более радикальное решение. Можно искусственным образом вызвать страх и постепенно пытаться привыкнуть к пугающим ситуациям. Олеся Кадусова, Универ Новости.